Девушки отдыхают И не останавливаясь в гостинице отправилась в юбилейный, где специальная команда техников уже в течение четырех дней устанавливала аппаратуру. Продиджи весьма скептически отнеслись ко всем попыткам русских журналистов взять у них интервью. Исключение было сделано только для MTV Россия. Кит Флинт все-таки уделил несколько минут Тути Ларсен. И это интервью вы увидите в специальной программе, посвященной питерскому концерту Продиджи. А мы вернемся к самому выступлению. Продиджи не стали жаловать русскую публику какими-то новыми произведениями. Их просто нет. Участники британской группы понемногу работают над сольными альбомами, о чем они уже рассказывали нашему корреспонденту в Лондоне. Я пишу соло. Макс и я пишем сольные пластинки вот уже семь лет. Примерно столько же, сколько существует наша группа. Макс пишет музыку, наверное, даже дольше. Последние восемь лет мы постоянно находимся в турах. Я работаю над своим соло-альбомом. В этом году, в сентябре, он выйдет в продажу. Это анонс моего альбома. Кстати, Максим Реалити успел продемонстрировать один из своих хип-хоп опусов во время питерского концерта. Сама же группа Продиджи вот уже три года почивает на лаврах альбома The Fat of the Land. И, похоже, весьма довольна этим. Довольны были и русские рейверы, услышав почти ту же программу, которую Продиджи выдали в прошлом году в Москве. Отличие от московского концерта было в одном. Музыкантам не пришлось мерзнуть на русском морозе. Кстати, о том, что происходило за кулисами питерского концерта, могут рассказать в спирали. Эта московская брейкбитовая команда выступала на разогреве у знаменитых Продиджи. Нам говорили, что, например, там гарбич, вы можете нормально пообщаться, нормальные люди, а вот с Продиджи вам вряд ли получится пообщаться. Ничего подобного. Ребята сами пришли к нам в гримерку, поддержали. Они увидели, что мы, естественно, нервничали пред выступлением. То есть это действительно было для нас прям такой обнадеживающий, они добавили нам вот эту энергию английскую. Пожали руки, сказали, что все будет круто. Продиджи очень сильно заинтересовались нашим аппаратом. Они увидели у нас антикварные синтезаторы русские и очень долго просили их послушать. Как бы, что мы для них специально сделали, когда выступали в специальной вип-тусовке в клубе Порт. Мы все-таки сыграли, показали русский брейкбит там и... На что способна российская техника? На что способна старая российская техника? Да, они говорили, что русский синтезатор, а ритм-2 может звучать как-то B-303. То есть это здорово. В отношении сравнения питерского концерта с московским, естественно, в плане вот шоу, у Продиджи вот именно зрелищности на сцене, то есть какой-то скачок, естественно, уже есть. Это намного больше уже прогресса, в том числе появился у них живой барабанщик. То есть теперь они вот прям гипергруппа. Отличный чувак. Да, отличный чувак. Это было просто очень потрясающее впечатление, когда мы играли на концерте с такой группой, с которой мы... Как бы на которой...